Друзья, как вы знаете, не так давно ко мне приехал свежий флагманский аудиоинтерфейс от компании Steinberg AXR-4 и в процессе его тестирования и прослушивания в очередной раз меня поглотили мысли о том, как же я выбираю аудиоинтерфейс, что самое главное для меня в этом классе устройств и на что в первую очередь я обращаю свое внимание. В течение последних нескольких лет основным моим аудиоинтерфейсом является ULN2 от Metric Hello. Мне нравится в нем все. Нравится, как работают конвертеры, нравится, как работают преампы, нравится подключение по Ethernet, нравится возможность подключения огромного количества устройств Metric Hello в едином массиве, мне нравится его программный комплект, его DSP-начинка, его консоль. В общем, вроде бы идеальное устройство. Но когда я послушал AXR-4, я был удивлен, насколько же по-другому звучит этот аудиоинтерфейс. В сравнении с ULN2 он более искристый, в нем лучше прорабатываются транзиенты, но при этом низкие частоты не настолько массивные, а стереополе не настолько широкое. Казалось бы, это плохо, недостаточно широкое стереополе. Казалось бы, это плохо, недостаточно проработанные низкие частоты. Но когда я сделал несколько миксов на AXR, а потом послушал их на ULN2, я понял, что миксы звучат просто шикарно. И это напомнило мне время работы с мониторами Yamaha NS10, которые я просто не перевариваю на дух. Мне кажется, что они звучат просто отвратительно. Что бы вы мне ни говорили, это ужасные, ужаснейшие колонки. Но тем не менее, когда микс на них зазвучит хорошо, он будет звучать потом везде хорошо. И вот подобные ощущения я поймал с AXR 4. Конечно, не поймите меня превратно. Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь сравнивать AXR с более простыми конвертерами типа Apollo или еще чем-нибудь. AXR 4 звучит на уровне топовых вещей, таких как Metric Hello, таких как Crane Song, таких как Prism и так дальше. Но вот разница между топовыми интерфейсами, она, на мой взгляд, еще даже более ощутимая, чем между продуктами из бюджетных сегментов. И вот я сейчас держу в руках UR 816C от Steinberg, который я использую в качестве рабочей лошадки для полевых записей, для различных выездных концертов или мероприятий. Почему? Потому что я просто не хочу разбить AXR 4 или Metric Hello в процессе всех этих передвижений. А 816C сделан как танк. Здесь есть два входа для наушников, что очень хорошо и для меня, и для кого-нибудь из артистов. Здесь есть 8 предусилителей, которые я могу использовать для записи, например, ударной установки. Здесь есть оптические входы и выходы, чтобы расширить палитру доступных входных и выходных каналов. И также к 816C я могу подключить несколько пар мониторов и переключаться между ними непосредственно из программной среды. Более того, если говорить о Metric Hello и AXR 4, это все-таки вещи для Mac. Потому что AXR 4 работает на Thunderbolt, а Metric Hello только на Mac всегда и работал. В последней итерации его можно использовать на Windows, но консоль не работает, ничего особо не работает, ничего нельзя настроить. В общем, это устройство для пользователей Mac. А 816C я могу взять и подключить даже к старенькому ноутбуку на Windows и все будет работать прекрасно. Тем более здесь подключение происходит по протоколу USB 3, который доступен в принципе сейчас везде. И здесь мы подходим к самому первому моменту – тип подключения. Будет это Thunderbolt, USB, Dante, Magi или что-то еще. Посмотрите, как вы будете использовать устройство и уже ориентируйтесь с этого момента. Второй важный момент – это качество конвертеров. Для меня очень важно в первую очередь качество того, как аудиоинтерфейс будет передавать аудиосигнал на мои мониторы. Если конвертеры работают плохо или посредственно, я такие устройства выбирать для работы точно не буду. Лучше я выберу что-то с меньшим количеством предусилителей, но с более качественными выходными конвертерами. Следующий момент, на который важно обратить внимание, это железобетонность конструкции. Я использую рэковые устройства, потому что они хорошо интегрируются в мой студийный стол. Но если вам нужно портативное решение, тогда рэковые устройства точно будут не лучшим выбором. Они слишком громоздкие, слишком тяжелые и не очень удобно помещаются в рюкзак. Следующий важный момент – это качество предусилителей. Если вы в основном делаете запись, сделайте акцент именно на них, потому что от качества трекинга будет зависеть все последующее производство. Я же записью занимаюсь спорадически, и для меня более важно то, как будут работать предусилители для перезаписи. В этом смысле AXR4 для меня идеальное устройство, поскольку предусилители Руперта Нива с технологией Silk позволяют мне взять мультитрек от клиентов, который, возможно, будет слишком стерильным или недостаточно сочным, и перезаписать его с использованием этой технологии. Как это происходит? Я просто направляю выходы из AXR4 на входы его предусилителей и просто делаю перезапись. Таким образом, вокальные дорожки, барабаны, бас, все что угодно насыщаются дополнительной сатурацией, которой знаменитые приборы Руперта Нива. В этом смысле 816 для меня менее интересное устройство, поскольку здесь предусилители хоть и хороши, но они больше для трекинга, а не для перезаписи. Но если нужно что-то записать в поле, то я, скорее всего, возьму с собой именно 816. Кроме того, здесь очень прикольный программный комплект, чтобы можно было записывать инструменты с DSP-обработкой, нулевой задержкой. Это артисты очень даже любят и ценят. Поговорим немного подробнее о программных вещах. Большинство современных аудиоинтерфейсов, конечно же, предлагают комплексные решения. То есть в нашем распоряжении будет какая-то программа для записи, какие-то плагины, какие-то DSP или FPGX обработки. Но если программные моменты для вас являются самыми главными, не побрезгуйте попробовать разные аудиоинтерфейсы и посмотрите, какая программная оболочка будет работать в ваших условиях лучше. В связи с этим еще один важный, по крайней мере для меня момент, это так называемый Daisy Chain. То есть могу ли я связать несколько устройств для расширения функционала? Их за счет большего количества каналов или расширения каких-то функций по обработке звука. И в этом плане AXR4 чем хорош? Я могу соединить вместе три устройства по Daisy Chain и тем самым расширить количество каналов до невообразимых высот. С Matrixhello то же самое. Я могу с помощью Ethernet подключения добавить множество устройств, вплоть до, по-моему, 128 каналов. Больше я не использовал, поэтому точно сказать не могу. Но этот функционал очень даже полезен. Если вы работаете дома и не собираетесь подключать несколько устройств в стэк, тогда возможно нет смысла платить за эти дополнительные функции. То же самое касается и устройств Word Clock, то есть устройств внешней синхронизации. Если вы не будете использовать стэк из нескольких аудиоинтерфейсов, на этом функционале вы можете сэкономить. И самый главный момент я оставил напоследок. Это возможности подключения нескольких линий мониторинга к одному аудиоинтерфейсу. Для себя я эту проблему решил уже какое-то время назад с помощью мастеринговой консоли 24 сотни аудио Imperium. И я могу очень быстро переключаться между четырьмя парами мониторов, а также между двумя аудиоинтерфейсами. В моем случае это AXR4 и ULN2. Кроме того, выходы на наушники – это также немаловажный момент, о котором многие забывают. И в AXR4 и ULN2 отличные выходы на наушники, которые позволяют раскачать мои Sennheiser достаточно хорошо и дать мне детальное и подробное звучание миксов, с которыми я работаю. Но чем круче AXR4 в этом плане, так это тем, что в нем есть сразу два выхода для наушников. Точно так же, как и в UR816. Если вы не собираетесь использовать в работе мастеринговую консоль для переключения между линиями мониторов, тогда задумайтесь над тем, чтобы достаточное количество выходов было непосредственно на вашем звуковом интерфейсе. И никакой проблемы нет в том, чтобы переключаться между разными линиями мониторов через консоль Cubase или через консоль любой другой программы, в которой вы работаете. В завершение я бы хотел еще раз сказать о том, что все аудиоинтерфейсы звучат по-разному. Чем более качественными являются устройства, тем больше звуковых вариаций и нюансов вы сможете услышать. Даже внутри линеек продуктов одного производителя вы заметите, что аудиоинтерфейсы будут звучать по-разному, не говоря уже о разных производителях. Послушайте как можно большее количество звуковых интерфейсов, прислушайтесь к себе и выберите то звучание, которое подходит вам больше всего. Ну а если вы не сможете выбрать только один интерфейс, выберите несколько, как это сделал я и просто переключайтесь между ними с помощью мониторинговой консоли. Большое спасибо за внимание, увидимся завтра. Плывите к звуку! Субтитры создавал DimaTorzok